Всем здравствуйте! Это программа Крупным Планом. Меня зовут Инесса Баланкова. Имя нашего сегодняшнего гостя известно на всех континентах. Когда-то его выступление назвали «Русским чудом». Это единственный клоун, у которого есть именная Марка, Оскар и хрустальный замок для нескольких сотен кошек. Рядом со мной народный артист России, также художественный руководитель театра кошек Юрий Куклачев. Юрий Дмитриевич, здравствуйте и большое спасибо вам за эту встречу. Для всей страны, мне кажется, вы человек совершенно особенный. Мало того, что вам удалось создать совершенно уникальный цирковой жанр, так вам еще также удалось внести такой вклад в создание позитивного образа большой страны. Вот мой первый вопрос такой. Как, несмотря на все испытания, вам удалось сохранить в себе маленького ребенка? Такое важное качество для клоуна. Дело в том, что надо в жизни найти все-таки свое какое-то устремление. Мне повезло, я в семь лет определился, начал искать, а в восемь уже определился. И профессию, которую я определил, она требовала каких-то определенных психофизических установок. И для этого надо было себя готовить к этому. И я начал сразу, с первых секунд себя готовить. Клоун не может быть, не имеет права терять ребенка. Потому что вот в этом и весь смысл, и вся сила. Посмотрите, Чарли Чаплин. Или карандаш. Я беру таких гениальных клоунов. Но Ингибаров это уже не ребенок, это уже современный человек. Ингибаров велик чем? Он современный. Понимаете? И поэтому он всех обаял, все его влюблены были. Вот он именно в то время, в новое время, понимаете, когда вот это появилось. Поэтому клоун не имеет права терять этого ощущения. А для этого надо было работать над собой. И поэтому я старался, маленькие упражнения, где-то что-то увидел, услышал, записал какое-то что-то и создавал. У меня появилась такая тетрадь толстая, где я записывал, вот как работать над собой. И когда с кошками начал, то тоже записывал, как я с ними, вот каждый, ну, через день, через два описывал, какие проблемы. Почему это произошло. Потом, как я вышел из этой ситуации. Там такие нюансы, которые никто никогда не скажет. Такой психоанализ своеобразный. Это потом такие слова, как психоанализ, там все это. Это безо всякого, так сказать, научного подхода. Просто по ощущению. И я чувствовал, искал. Первое, что начал, надо было менять себя. Вот спыльчивый. Кошка это не принимает. Она сразу громко говоришь, она ушки прижимает, напрягается. Значит, разозлиться вообще не имеешь права. Она сразу под кровать, и все, и контакта нет. А уже ударить, это вообще отсутствует. Ни в коем случае. Если ты ударил, значит, связь прекратилась навсегда. Ты у ней враг. Она тебе начнет мстить, она начнет выживать тебе из квартиры, начнет там по маленькому, по большому, везде где-то что-то. Понимаете? Поэтому здесь надо было себя перестроить. И вот такая была работа. Вот все. И я все это записал. И как-то прошло уже время, все. И мы переезжали с квартиры на квартиру. Я уже забыла про эти тетради. И они лежали в коробке. И вот переезжаем, и жена говорит, ну что здесь хлам лежит, желтенькие тетради уже пожелтели, смотри, 30-40 лет прошло. Давай выбросим. Я говорю, ну давай. Взял их, к мусорнику подошел. Думаю, да я посмотрю. Что-то тетрадочка вот эта. Я помню, что-то в ней писал хорошее. А-а-а, читаю. Мама, я вторую. А там, оказывается, научный труд. Это то, что Павлов со своими собачками там бедных мучил их и описывал каждый день. А здесь я через любовь, у меня кошку нельзя было, так сказать, никакой агрессии. Через любовь я искал пути, и как вот и становление целое. Это научный труд оказался, как развивать в себе язык чувств. Вот я написал все это, вот там можно прочитать. Я даю это, назвал духовной кулинарией. Ну, почему духовная? Потому что мы две жизни проживаем. Одну физическую кушаем, едим, действуем, а вторую внутри. Притом физическую пищу, кулинарию вам может приготовить любой повар. А вот духовную пищу вы можете приготовить только себе сами. Вы можете, потому что вам дано право выбора. Вот два пути. Вот по какому пути пойти. И все это здесь находится, внутри. Ведь смотрите, как только человек... Только первые секунды, как появился, вот первое, вот папа выпустил на свободу, 22 миллиона, оказывается. И все хотели жить. Все так-так-так-так-так. И вдруг нам с вами повезло. Мы счастливчики, мы избранные. Вот те, кто сегодня ходит по планете, смотрят. Мы видим солнце, радуемся, дышим, улыбаемся, развиваемся, покупаем что-то, едим. Мы избранные, потому что ты начал продолжать путешествие дальше. И что появляется? Появляется сердечко, в первый же день начинает биться. Ученые уже смотрят и наблюдают этот весь процесс. Представляете? И в этом, вот этот первый живой орган, в него вставлен самый главный элемент. Самый главный навигатор. Барометр, как по этой жизни идти. Вот этот путеводитель, как жить. Наша совесть, она, вот если ты по ней живешь, она чем неприятно? Она скребет, царапает, кусает. Все. А если у тебя гордость, ты не можешь, так сказать, не так, что... Мы все ошибаемся. Что-то не так сделали. И вот совесть начинает сразу, раз, надо уметь слушать ее. Вот она создает первое, что она делает? Дискомфорт. Я скажу, что-то как-то не по себе, что такое, не пойму, в чем дело. Кажется, сказал что-то, а потом дискомфорт. И дальше она тебе еще сильнее. Можно, конечно, от нее избавиться. Психологически взяли, сказать, ты мне мешаешь. Тогда, получается, ты выбираешь второй путь. Не так, как тебе Всевышний дал Барометр, а жить без совести. Представляете? И вот это право выбора тебе по совести и без совести. Это у каждого дано. Мне очень нравилось высказывание великого актера Щепкина. Без совести можно прожить. Ну, имей в виду, в конце твоей жизни она обязательно подойдет тебе, возьмет за горло и спросит. Ну, как ты без меня жил? И ты в эту секунду поймешь, все, что ты хватал, грабил, обманывал, хитрил, лицемерил. Понимаете? Издевался, придумывал, говорил одно, думал другое, а действовал в третье. Такой умный, такой грамотный. У тебя мозг развит, ты читаешь грамотно все. Но без этого инструмента, без навигатора, который свыше дан нам, ты очень много наломал дров. Это то же самое, как вот светофор. Ведь заповеди – это как светофор, а это не закон. Это светофор, они дают направление, они регулируют заповеди. А во вселенной есть закон, духовный закон, закон нравственности. А вам всегда удавалось жить по совести? Вот вы можете на сегодняшний день сказать, что я никогда не приступил за всю свою жизнь вот этой нормы морали? Я думаю, если кто-то вам это скажет, это толкой лыжец, такой обманщик. Нет таких, мне кажется, людей, которые вот… Почему? Потому что все-таки, начиная с детства, какие-то… Мы же недопонимали какие-то вещи, нюансы. Поэтому вы не забудьте такую, я родился уже после войны, где бабушки, дедушки, у нас было очень много икон в хате. Церковь, можно сказать, разрушили, а иконы разрешили разнести каждый по хатам. И у нас стояла икона Божьей Матери. Вы понимаете? И они приходили каждую субботу, воскресенье, молились, все. А нам говорили, дети, выйдите. Они понимали, что нас могли наказать. Морально наказать, нравственно. Даже крестик, если бы я вступал в комсомолы, 5 лет, увидели бы крестик. Представляете, какое бы обсуждение было, какое унижение, оскорбление. Поэтому крестик претался в руках, в шкафчике лежал. Его одеть нельзя было. Не дай бог, кто увидит этот крестик. А у меня как-то это вошло. Такое со мной как-то понятие, есть бог, нет бога. Этого даже не было понятия такого. Я живу. Вот он во мне, а я в нем. Понимаете? Вот это жизнь. Потому что само жизнь, явление, это какое-то необычное явление. Живем-то несколько секунд. Я вот смотрю иногда на этих, которые хватают, все, себе заборы делают, мажоруют все. Они не понимают, несколько секунд ты проживаешь. И вот подойдет совесть и скажет, ну как ты прожил? Сегодня квантовая наука доказала, что тот дух, который человек развивает в своей жизни, он может существовать отдельно от физического тела. Представляете, Аристотеля уже сколько лет нет. А мысли, идеи, дух его мы читаем, вдохновляемся, мы прислушаемся к нему. Представляете, а две тысячи лет назад отец послал своего сына. Это вообще, это в художественной литературе ни один художник еще не создал такой образ. Это придумать очень тяжело. Вот такой образ, чтобы который сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Это мало, это еще до этого говорили. А еще врага возлюби своего. Как это врага? Он мне столько наговорил гадости, он мне там творит. Как я его должен возлюбить? Что такое возлюбить? Это значит уважать. Это значит ценить. Представляете, это насколько нужно себе внутренне перестроить, чтобы они его гвоздями прибывают. А он говорит, прости им, Господи. Ему же больно. Он же в человеческом теле, ему больно, он так же кушал, ел, все так же, как мы, спал. Ему оно прибивает гвоздями, понимаете? И это такое произведение. Вот я вспоминаю, Достоевский сказал, вот если мне даже сто процентов дадут подтверждение, что Иисуса не было, это выдумка. Я все равно буду верить в него. Все равно. Потому что выше и чище, что было сказано, и та справедливость, которая перед нами встала, не как вспышка. Пока еще в природе никто не придумал, ни один великий писатель, любого писателя, возьмите, американского разведения, не было такого в истории человечества. Потому что это была не история, не выдумка, а это была настоящая жизнь. Но к вам ведь это не сразу пришло. Вы рассказывали о том, что для вас настоящим откровением стала маленькая книжечка, Евангелие, подложенная на гастрюлях, буквально под дверь. Вот только тогда пришло это осознание. Дело в том, что со мной никто не вел беседы, не было наставника, который меня бы мог ввел. Я просто через ощущения. Видел, бабушки молятся, лампадка встанет, горит ночью, встану. Мне хорошо. Я заходил в церковь, вот хорошо мне как-то, уютно. Поэтому у меня это все проходило медленно, постепенно, через ощущения и чувства. Вот если только за счет разума можешь прочитать все книги, и Библию, и Коран, и Тору, и все, прочитать, но не ощутить, через ощущения не пропустить, через чувства, а только через свой великий разум, то может появиться очень сильный атеист. Человек, который это все не признавает, потому что там так сказано, непонятно что-то, при том без доказательств. Это было там сколько тысяч лет назад, там две тысячи лет назад, как это, что это. Мне всегда это тяжело. Трудно говорить, я на ощущении. Вот поэтому я чувствую, и сам иногда делаю вещи, вот как подсказывать сердце. Я книгу даже написал, детей учу слушать свое сердечко, потому что чужое сердце может быть злое, оно может быть бессердечное, оно может быть равнодушное, но очень умное. Не сердце умное, а посылать ум туда. Понимаете, вот. А ты когда свое сердечко слушаешь, потому что не поймешь, чужой человек то ли он от сердца, то ли от ума. А ум такой изворотливый, такой вот, он может придумать, нафантазировать, разобраться очень сложно. А сердце всегда глаголит, именно твое сердце, тебе. Не могу не задать вам этот вопрос. Для вас образ Творца какой? Какие отношения с Богом вы проживаете на протяжении своей жизни? Он для вас кто? Лучший друг, судья, отец заботливый. Вы понимаете, это такой вопрос, слово, вот религия. Посмотреть, почему-то мусульманское, там даже в христианстве, разные концессии, в православии. Дело в том, что образ, взгляд у каждого свой. Католики, протестанты, каждый свой. Поэтому все это разъединились. Мне кажется, что не надо и сильно задумываться, какой он, кто он, что он, брат, отец, брат. Это все. Это все. Это и воздух, и солнце, и вода, и радость, и всплеск, и горе, и печаль. Это все. Это я покаялся очень сильно в Иерусалиме, когда мы получили первый раз священный огонь. Что такое покаяться? Это осознать и никогда не повторить. Это очень сложно. Осознать, и вот о тебе все время, знаете, вот такое, что-то вот, ну ладно, давай. Нет. Один раз я попытался, что-то такое получил, наказание, мощная машина в дребезге, а я даже не царапинки. Как бы Господь, ну как, посылок тебе, дорогой, вернись назад, не забывай свой внутренний. Знаете, а главное вовремя опомниться. А мой отец всегда вот, мы придем в церковь, он начинает молиться, молиться, просить прощения. И пап, за что ты прощаешь? Говорит, сынок, я был на войне, я убивал людей, да, и защищал родину, но я убивал. Я видел глаза этих людей, это говорит, понимаешь, я не могу это забыть, это ужас, когда вот сталкивают людей, вот кто кого убьет, застрелит, представь, ну если я его не застрелил, он поймает, мать придет, убьет, я его должен застрелить, понимаешь, я это делал, но я сейчас понимаю, какой это ужас. Такой вот, я это, он страдал, поэтому, понимаешь, я это так проникся к нему, убить человека, это страшно, это ужас, и отец переживал, понимаешь, вот это вот, очень-очень сильно переживал и просил все время, чтобы мы это простили. не единожды замечаю то, что вот поколение, прошедшее через такие тяжелые времена, да, через такие сплошные лишения, рождает людей, которые способны без конца отдавать. Во многих ваших интервью, я замечаю только одно, смысл всей жизни у вас отдавать. Весь смысл в том, что вообще мы все пришли этот мир отдавать. И чем больше отдаем, тем больше получаем. А это от родителей к вам пришло, вот это отношение к человеку, бережное отношение к душе близкого человека? Или это вот с годами, с верой? Это пришло, знаете, как вот там тетя была, здесь встретился где-то, вот я с Менем встречался. Я не знала, что это Менем, потому что я крестила у него своего Димочку, в 78-й, что ли, год, знаете, я был парторгом, вдруг крестить. Мне тетя говорит, поехали, он не запишет, раньше как в церковье, записывали в книгу. И там тут же тебя могли вызвать и из партии исключить. И мы сели в машину, поехали в Пушкино, оставили машину на трассе, полем прошли в церковь к нему. И мы с ним так хорошо поговорили, он так вот, он умел как-то убеждать. Но я так по характеру человеку, который не трудно превратить в стадо. Вот когда в 90-е годы встали все партбилеты, сжечь, все, модно пошло. Я его положил аккуратненько, лежи. Да, я не буду сжигать. Я внутри остался тот, ведь в Советском Союзе очень многое взяли из Библии. Слова честь, совесть. Сегодня нет, все пропало. Ни чести, ни совести, вообще ничего. Родина. Сегодня Родина, смотрите, как был Советский Союз, а теперь и Родину распилили, потому что для меня Советский Союз, это, я жил, потому что я лауреат премии Венецкого, комсомол, я энтузиаст, мы садились, на БАМ ехали, представляете, в Казахстан, там все, за мисочку супа. Это был энтузиазм, сейчас этого нет, понимаете, сейчас другое слово, там других как бы, волонтеры, это два разных слова, энтузиазм и волонтеры, понимаете, поэтому мы в другом воспитаны, но зато я придумал, вот я считаю, что мое достижение, это не только то, что я с кошками начал выступать, не то, что я в цирке там хороший аттракцион создал, не то, что я театр создал, хорошо, а то, что я вот нашел, вот открыл программу Школы Доброты, это вообще все объединяет, потому что, как в Канаде мне когда дали золотую корону клоунов, это был 76-й год, мне дали звание посол доброй воли, представляете, они как определили, я понял, там сказано загуманное отношение к животным и пропаганду этого гуманизма, посол доброй воли, иди, неси добро по всему свету, и это мне сразу, вот, понимаете, вот так по мелочам все, это сложило мне, определю, вот мое направление, вот она цель, которую я буду нести, ведь не просто так, я бы в жизни не написал бы эти книги, я никогда писателем не был, но когда в 90-м году из образовательного процесса убрали слово воспитание, и когда кто-то умный, хитрый, учители сделали самым нищим, они получали как уборщица, профессию учителя и уборщица, сравнили по зарплате, это такой удар, такое унижение, такое оскорбление, вообще нации, учитель это великая профессия, это выдающееся вообще явление, потому что учителю доверяют все, все, и любой, и бандит, и преступник, и честный, и хороший, и добрый, и любой богатый, и бедный, все доверяют учителю своего ребенка, и вот она сидит в классе, если эта учительница наполнена духовной чистотой, если у нее есть такая теплота душевная, она может это передать своим детям. Скажите, дети, к которым вы приезжаете, особенно если мы говорим о колониях несовершеннолетних, они к вам относятся как к учителю? Вы знаете, это опять попало случайно. В Казани есть такая спецшкола, это как бы колония для тех, когда с 10 лет до 14, то есть колонию с 14 до 18, а этих уж ну тоже стена, но без собак, нет проволоки колючей, как бы такой, как пионерский лагерь, но их, так сказать, забрали из общественной жизни, они там живут. И там был уникальный вот директор такой, Галямов, его сейчас называют имени Галямова, и вот он меня увидел где-то мое выступление, говорит, Юра, давай у нас в моей спецшколе, ну это колония для детских, совсем маленьких, проведи уроки доброты. А там прекрасный психолог был, и он как-то, и мы вместе начали работать с детьми, я увлекся. Интересно, я вижу, что дети реагируют, им хочется, я их ничему не учу, я просто сажусь и рассказываю о своей жизни, рассказываю, как я смотрю на жизнь, как смотрю на эту позицию, как на ту, понимаете, все, и они проникаются ко мне. я чувствую, что я им нужен, они меня спрашивают, они письма пишут, я им отвечаю, иногда по сто письм ответов приходится писать. Понимаете? А каким было самое трогательное письмо? Какая самая трогательная история? трогательная, это была, конечно, вот это меня очень сильно, я приезжаю в колонию, вдруг мальчик сидит, вот новенький поступил, а у него на голове язвы, я говорю, язвы, я говорю, что у него, лишай? не, Юрий, это мама окурки тушила. Это ужасно. Ребеночек маленький, окурки, пила, но она умерла, перепила, умерла, и этот мальчик начал писать стихи, на этой маме, мамочка родная, прости меня, что я плохо о тебе думал, ты ушла, мне так тяжело без тебя, это вообще, понимаете? Такие вещи тонкие. Детское сердце, оно настолько проникнуто добротой, настолько нежностью к матери, к матери, он ей все прощает, все, только живи. Понимаете? А у ней так жизнь сложилась, ей обманули, схитрили, ребенок, непонятно от кого, у нее, не, она ведь все выпить, она его заставляла воровать, он воровал, приносил, его посадили. Понимаете? Такие вещи. А сколько счастливых историй? Вы говорили около 400? Нет, 300 с чем-то с лишним, 360-370 человек освободили за долгие, за 8 лет, понимаете, заранее. Ну, это, конечно, понятно, кто-то украл миллион и сидит под домашним арестом, а потом амнистия. А этот за там 10-20 тысяч его могут 5 лет дать, понимаете? Или он стоял рядом, там бандиты были, тем дали по 10 лет, а этому 5 за компанию. он же все осознал. Зачем связался с этими людьми? Никогда в жизни, но он не может ничего сделать, его осудили, 5 лет сидит. И начальник колонии понимает, психолог, что его можно бы уже освободить. И вот это мы так провели, как через художественную самодеятельность. А вы верите в то, что один человек способен изменить мир? Ну, а как же? А чей пример вам ближе тогда? Не, ну, пожалуйста. Первый, Авраам. Один человек. Он же в еврейской семье был. Его же изгнал отец. Семья изгнала. Изгнала. И вот он изменил взгляд. Нир. А Иисус? Он вообще изменил все. Представляете, как вообще возлюби врага своего, это же вообще, и как сложно все придумают конституцию, там все, вот эта позиция. Не для выгодных, для начальства, для руководства, как выгодно украсть, там что-то схитрить. А здесь же основные направления, как жить правильно и как прийти не к смерти. Смерти нет. Продолжается жизнь человеческая. Но не в том физическом, как вот мы сейчас. Мы же недавно были с вами, жили совершенно в другом, вот это, другое измерение. И здесь мы опять переходим в другое измерение, но уже духовный дух. Каждого гостя мы невольно заставляем задуматься о такой очень важной вещи. За что больше всего в жизни вы благодарны Богу? Вот за то, что я могу видеть солнце, за то, что я могу чувствовать, дышать, любить, ощущать, заниматься своей работой любимой. За то, что вот я могу отдавать, вот столько есть, вот все, вот, это очень важно, вот все нужно отдать. Вот я иногда встаю с утром, говорю, ну все, что-то я еще теряю время, ну-ка быстрее. Даже иногда хочется встать в 6 утра и начать, я сейчас пишу много, понимаете, отдать, отдать, быстро отдать. С собой ничего не унесешь за то, что я пришел к этому. Не сразу, у меня, я тоже хитрил, там все было сложно, в жизни все было, а вот все-таки я пришел к этому, что надо только так направляться. И призываю всех, кто рядом, окружение, ребята, давайте вот так. Юрий Дмитриевич, спасибо вам большое за это время, спасибо вам за доброту, за добро, которое из поколения в поколение, я думаю, что перейдет. Спасибо за ваше дело. Дело жизни. А на доброта заложено в каждом человеке от рождения. Просто научить быть добрым невозможно. Но научиться каждый человек может, лишь бы появилось желание. То есть, если он выберет путь по совести, он научится. Если он выберет другой путь, он никогда не научится. Поэтому радуйтесь, не завидуйте, не ревнуйте, не злитесь, не оскорбляйте, не обижайтесь, радуйтесь. Понимаете? Это очень... Я вам желаю радоваться. Спасибо. Спасибо. Всех благ вам и вашей семье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова